Всем привет! Давно хотелось сделать чего-то атмосферного, и случай представился сам. Фраун не по пути. Естественно, ни капли, ни байт. Продюсер StereoRise. Приступим. Но, как обычно, перед этим напоминаю, CloudRap 1.2, недавно обновленный крутой видеокурс. Чтобы заказать, напиши мне. Ссылка на меня в описании. Подробности о курсе позже, в конце видео. Поехали! Что самое интересное в этом треке? С моей точки зрения, это атмосфера, во-первых. А во-вторых, это сэмпл. Сэмпл там очень интересный и прикольный. Спасибо вот этому комментатору за Flow. Я не смог найти точно такой же сэмпл, и я в комментах там увидел вот этот трек, и его засамплировал. Эту исполнительницу несколько раз сэмплировал сам X. Так что сэмпл очень даже неплохой, сегодня мы им займемся. Еще другие сэмплы. Другие сэмплы у нас от самого Anna Domini Beats. Вот это вообще, это... Ставь лайк, если прослезился, когда я сказал Anna Domini Beats. Потому что... Верните мне мой 2011 год. Сэмплы от Anna Domini Beats, это круто. Как обычно, 2К Лукачанских, и проект этого бита будет в моем паблике ВКонтакте. Ссылка на паблик в описании. Вот эти сэмплы. Сэмпл. Вот этот трек, вот этот исполнитель. Сейчас я его вырежу. Темп проекта 98 ударов в минуту. Вот начало сэмпла. Подгоним его. Трэч включим. И вот так хлоп, на 9 баров. Ага, окей. Поскольку мы будем использовать только часть, так что отпилим. Лишнее. И подгоним вот так вот, чтобы было по метроному. Оу. Та-та-та. Да, не идеальное звучание. Но нам это самое не идеальное звучание и нужно. Давайте сразу отправим его на какой-нибудь там пятый канал микшера, чтобы он там лежал. Вы могли заметить, что я взял вместо четырех тактов восемь тактов, хотя нам нужно всего четыре. Это я сделал для того, чтобы потом подогнать под метроном более точно. То есть, чтобы у меня было начало пятого такта, чтобы я под это начало пятого такта смог подстроить конец четвертого такта. И чтобы все было по метроному, чтобы все было четенько. Еще вы могли заметить, что я вместо ресэмпла включил авто, чтобы тональность выровнялась к той, которая была изначально. Чтобы нам было более удобно прописывать бас. Теперь перейдем к ударным. К сэмплу мы еще вернемся, когда мы уже пропишем бит, но пока что нам нужны только ударные. Снэр. Снэр я использовал очень простой. Вот такой. Он будет на лейеринг вот с этим. То есть у нас будет такое сочетание снэров. Out, Late, как обычно. Кстати, рекомендую вам все-таки перейти на двадцатку, потому что тут очень много классных и удобных функций. Да вот и все. Еще у нас будет на лейеринг два хета. Они, ну, дополняют друг друга, они чуть-чуть разные, мы их направим немножко в разные стороны. И теперь время открытого хета. А вот тот длинный. А второй открытый хет. Кстати, если вы не знали, можно переходить между звуками быстро вот так. Он будет звучать совместно с киком. Так, теперь Ctrl-C, Ctrl-V. Чуть-чуть их разведем в разные стороны. Давайте по 10% лево-право. О, я забыл самое важное. Нам же нужно сделать красивое Velocity. Давайте все это сразу перебросим на плейлист и послушаем. Вот так. Просто чтобы было какое-то движение. Потому что по кикам мы не сможем сделать никакое движение с помощью Velocity, а на хетах сможем. Потому что хеты, ну, имеют большую динамику. Так. Вот так. И вот как-нибудь вот так. И просто это копируем. Копируем. Идем. Ctrl-C, Ctrl-V. Ой, один звучок пробился громкий. Теперь тик. И мы добавим громкости сразу. Вот так. Планируем. Слушаем вместе с сэмплом. Да, пока еще не оформилось, я знаю, но сейчас все будет. Теперь бас. С басом тут не все так просто и гладко. По сути, бас у нас играет на двух нотах. Это до и соль. Вот так. Очень долго я подбирал. И там непонятно. Сэмпл как будто чуть-чуть задетюнен. И, возможно, нам придется немножко приподнять тональность каждого звука. Давайте пока пропишем сам бас, собственно. Вот и весь бас. То есть в первой части, в первых четырех тактах у нас расслабленный паттерн баса, во вторых четырех тактах чуть более нагруженный. И все. И теперь можно все это отправлять на микшер. И еще. Для придания интересного звучания мы можем опустить все это на несколько тонов. Например, давайте на 200 центов. Это на два полутона. И посмотрим, как это все будет звучать. То есть наш основной инструмент, мелодический среди ударных, это бас. Раз-два. Мне нравится. Оставим так. Вот все. По сути, вся написательная часть готова. Давайте все это скинем на микшер. Ctrl-Shift-L, как я уже говорил. Создадим сразу групповый канал ударных. И займемся обработкой. Начнем с сэмпла, потому что это самое интересное. Самая прикольная штука, что тут есть, это то, что на сэмпле есть вот так. Вот так вот звук сделан. Вы могли услышать, что там транзиенты у сэмпла очень сильно выведены. Ну, вы можете использовать вместо Transient Master, транзиент процессор, встроенный в FL-ку. Еще это можно усилить дополнительно компрессором. Трэш-холд лупим посильнее. Релиз на минимум. Ну, не на минимум. Давайте где-нибудь. 20 миллисекунд. Вот, мы поймали этот звук, который нам нужен. И трэш-холд увеличиваем. Вот, мы сделали звук совсем безумным. Теперь вешаем, наверное, Endless Smile. Мой любимый, как я его называл, однокнопочный ревербератор. Обожаю его. И, наверное, вот этот. Хотя он не однокнопочный, он однокрутилочный. Но какая разница? Главное, что очень просто. Теперь эквалайзер. На нем настройка будет очень простая. То есть тут High Pass. Поднимем вверх, а самый верх опустим. Еще можно воспользоваться винилом тоже из Anno Domini. Давайте сейчас я его чуть-чуть подвину. Вот так он звучит на максимальной громкости. И мне это не нравится. Вот чуть-чуть. Шелест, чтобы он добавил. И нам нужно его сразу обрезать. Ну и клонировать. Даже громковато. Вот еще вот так. Можно накинуть сюда какой-нибудь Hotchizer. Например, давайте Decimort. Тысячу лет не пользовались Decimort. Мой любимый пресет MPC-60. Чуть убавим преамп. Вот, смотрите, уже прикольно. Теперь давайте займемся ударными. В первую очередь я хочу, чтобы мои хеты звучали на одном канале. Это будет 9 канал. И snare звучали тоже на одном канале. Это будет 11 канал. А 10 и 12 нам нужно убрать. File Default и 12 файл Default. И займемся обработкой. Для начала выровняем. Давайте ревербом поработаем. Хотя зачем нам реверб, когда есть стены для Smile? Кого я обманываю? Гораздо удобнее. Вот так хлоп, бахнул и все. Вот так. Ну, нам нужно довольно много ревера. И сразу бахнем на него Stereo Shaper. Потому что... Убавим ревер. Добавим громкости. Нет, громкости лишнего добавил. Вот так. Теперь на Open Head тоже накинем на все разом параметрик. Конечно же, я хотел сказать. Не параметрик, но параметрик тоже не помешает. На этот Head я хочу добавить еще Wave Shaper. Потому что он должен более зло звучать. Там он прям вгрызается. Вот, да. Вот так. И Stereo Shaper. И... Еще убавить. Вот как-то так, да. На этот тоже накинем Stereo Shaper. Как обычно, мы будем общую громкость выводить на групповом канале. Так что здесь нам главнее сейчас выставить баланс громкости. Теперь давайте Snare. На него я хочу накинуть... Вот, легкий, очень легкий ревер. Как обычно, моя любимая настройка. Минус 30, примерно, процентов стерео-базы. Баз на минимум очень мало. Оставляем высоких частот. И начинаем... Выставляем длинный релиз и мало в это. Вот как-то так. Но все равно можно побольше. А хеты все-таки выбиваются. Теперь пришло время кика. С киком я сделал очень интересную штуку. Смотрите. У нас здесь есть Low Pass Filter стандартный. Я его чуть-чуть крутанул, потому что много верха было. Вот я его сделал вот таким вот просто. Просто чтобы вы знали, что так можно. Но не всегда это нужно делать. С басом тоже. С басом я хочу немножко его перегрузить. И закинуть на него немного софт-клиппера. Для того, чтобы он просто... Смотрите. Какая настройка. Сильно перегружаем бас. Потом сильно его именно жмем с помощью трэш-холда. И после этого отрезаем ему дофига верха. Low Pass. Вот так. И чуть-чуть низа. И как-то вот. Ну вот. Типа вот такая настройка. Просто чтобы он стал чуть на капельку жирнее. Вот. Слушаемся вместе. Вот. Прямо вот так плотненько звучит. А на групповом канале мы будем жестить. Мы используем Decimort, опять же. С моим любимейшим пресетом MPC-60. И надо убавить громкость. После этого можно... А, да и гулять так гулять. И опять же наш любимый Soft Clipper. И можно поколдовать Ozone на мастере. Почему вы спрашиваете меня? Почему я не показываю Ozone? Да потому что я все делаю пресетами. Там нет ничего интересного. Вот просто громкость. То есть смотрите какой у меня набор. И я там просто выбираю в каждом из модулей подходящий пресет. И еще. В чем крутость этого трека? Во-первых, мы сделали не все. Нам нужно еще сделать кое-что с сэмплом. Во-первых, поменяем местами ударный и шелест. Ольгу. Что мы сделаем? Мы сейчас сделаем немного дерганное звучание. Если вы не знали, то если выбрать Slice режим и зажимать Shift, то он будет делать всегда вертикальный надрез. Это крайне удобно. Здесь надрез после снэра во второй части. А здесь надрез перед снэром. Вот. И то же самое здесь после снэра. А здесь перед снэром. И теперь делаем такую штуку. Выделяем. Так. Хлоп-хлоп. А здесь после снэра. Вот так. Чуть-чуть это отрежем. Вот так даже. В чем еще прикол этого трека? Давайте сделаем копию. И для удобства разбросаем все по паттернам. Для этого идем в первый паттерн. Жмем вот сюда вот. И выбираем Split by Channel. Теперь зажимаем Ctrl-Shift. Хлоп. Хлоп. Перетащили. Вот. Так. Наш бит разбит на паттерны. А теперь делаем такую штуку. Делаем вот тут вот слайс. В этом месте. Отрезаем все вот так вот. Вот так вот. И вот так просто. Вот. Прикольно. Вот весь трек состоит из вот таких вот моментиков, когда именно вокальная часть выделяется за счет вот таких вот пауз и пропусков. Ну и там в конце начинается сэмпл через Low Pass. Точнее через High Pass. И давайте это автоматизируем. Как мы это сделаем? Очень просто. На нашу мелодию накинем сейчас параметрик. Дополнительный параметрик. Выберем в нем... Да, можно даже выбрать пресет и сделать вот так вот. И сделать просто автоматизацию крутилки Drive at Create Automation Clip. И в этом месте он включается. Громковат кейк получился. Давайте убавим чуть-чуть. Вот так хорошо. И можно еще сэмплинг чуть-чуть убавить. Послушаем все вместе со вступлением. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот получился бит. Я надеюсь, вам это понравилось. И на самом деле, как я уже сказал, тут все крутится вокруг сэмпла. И очень-очень довольно легкой партией бита. Я постарался сделать ее максимально точно такой же, как в треке. Как всегда, вы можете написать в комментариях, что у меня ни черта не получилось. Я буду даже этому рад. В любом случае, все ваши предложения, все ваши комментарии, всю критику вы можете написать в комментариях, как я уже сказал. Если вам этот трек понравился, то прожмите лайк. И этот проект будет доступен, как только этот видос наберет 2000 лайков. Я выложу его в своем паблике ВКонтакте. И, как обычно напоминаю, у меня есть видеокурс CloudRap 1.2. Он состоит из трех частей. Каждая из частей от А до Я, от набора сэмплов до готового бита. Первая часть по CloudBit, вторая по Trill, третья по Trill, включая сведения, мастеринг, всю фигню. Также приложены все сэмплы, все материалы, ссылки на VST, участие в закрытой группе. Курс для начинающих на случай, если вы вчера открыли FL Studio. Чтобы заказать его, напишите мне, ссылка на меня в описании. Закажите его прямо сейчас, напишите мне. Он стоит 3290 рублей. И подпишитесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Нажмите лайк, если было интересно и полезно. Дизлайк, абсолютно заслуженный. Если вообще неинтересно и вообще совершенно на 100% бесполезно, посмотрите, обязательно посмотрите другие ролики с этого канала. Они не менее, а то и более интересны. И на этом все. С вами был Стас. Жмакни колокольчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok